Монета 5 рублей. 2009 года. Российская Федерация. Московский монетный двор. На реверсе монеты прописан ее номинал. Крупная цифра 5. Под ней одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы. Надпись рублей. Слева внизу и справа растительный орнамент. В правой части состоящие из ветки с листьями и бутонами. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное. В центре поля монеты от Чеканина эмблема Банка России. Двуглавый орел с опущенными крыльями. Под левой лапой орла от Чеканина мелкая литера, состоящая из стилизованных букв. ММД. Знак Московского монетного двора. Ниже полукругом надпись, обозначающая эмитента Банк России. В самом низу под горизонтальным разделителем, состоящим из двух разнонаправленных линий с точкой посередине, указан год Чеканки монеты, дата 2008. В верхней части поля монеты полукругом вдоль канта надпись, обозначающая номинал и название денежной единицы. 5 рублей. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты прерывисто-рубчатый, состоящий из 60 рифлений, разделённых на 12 равных участков, чередующихся с 12 гладкими участками. Монеты изготовлены из меди, что видно по проступающей медной основе. Заготовка из меди плакирована мельхиором. Магнитные свойства у данной монеты отсутствуют, то есть монета не липнет к магниту. Вес 6,45 грамма. Диаметр 25 мм. Толщина 1,8 мм. Чеканили монету на московском монетном дворе массовым тиражом. Средняя цена такой монеты от 10 до 25 рублей. Монеты 5 рублей. В 2009 году по причине финансового кризиса во второй половине года стали чеканить на стальной основе, чтобы удешевить производство. Такая монета липнет к магниту. Стоит до 50 рублей. Если вы найдете такую магнитную монету с зеркальным полем и матовым рельефом, то вам повезло. Такая монета может стоить до 24 тысяч рублей. В свою очередь немагнитные монеты 5 рублей 2009 года имеют до пяти разновидностей. Значительно по цене не различаются. Вот укажу признак самой дорогой монеты. Немагнитной. В правой области вот здесь тонкий завиток практически не заходит за кант. Сейчас в сравнении покажу две монеты. На мой взгляд, там имеются незначительные различия. Вот, немножко различаются вот здесь и вот здесь. Но это на мой взгляд. То есть завиток практически не заходит за кант. Вот этот. Изображение меньше. И на Аверсе знак ММД приспущен. Такая разновидность самая дорогая. Такая разновидность самая дорогая. С Westphal Аверсе Продолжение следует...